Биг Бен Привет, я Руслан Усачев И сегодня я наконец-то отошел от празднования пятилетия своего канала Там пончики пил, газировку ел, вот как обычно все это делал И сейчас готов, готов обсуждать с вами самые интересные новости и события Которые происходили в России и в мире за последнее время Пам-пам Компания Volvo представила свою новую технологию Которая потенциально может спасти очень много жизней на дорогах И самое странное, что она не связана с автомобилями А мы знаем, что Volvo очень хвалится своей безопасностью в автомобилях Помните, у них был ролик про специальную технологию Которая сохраняла суставы людей, улучшая их растяжку Ну вот этот ролик Так вот, в этот раз они решили позаботиться о велосипедистах И разработали, представили новую специальную краску Которая наносится на сами велосипеды, на мундирование Хоть на лица самих велосипедистов Днем ничего необычного, она совершенно незаметна Но ночью специальные частицы, нанесенные на рюкзак или велосипед Начинают отражать свет фар и человек буквально светится Согласитесь, выглядит очень круто Можно даже сделать себе специальный костюм, как в фильме Трон Ну или неплохой окрас для маньяка-убийца Тут все зависит от способов нанесения На самом деле, очень простой, эффектный и эффективный способ Помогать велосипедистам, ведь им тяжеловато приходится Особенно в России Ну то есть, я честно говоря, не до конца понимаю Вообще зачем в России на велосипедах кататься по большим дорогам? У нас 6 месяцев в году зима Но все-таки кто я такой, чтобы их осуждать? Буквально же на днях под Тверью погиб 72-летний велосипедист Который совершал марафон в честь Дня Победы На него просто наехал здоровенный грузовик Водитель которого настраивал себе рацию И как-то забыл следить за дорогой Все То есть, в данном конкретном случае Краска не помогла бы, скорее всего Но в целом идея прикольная Пам-пам! Прошло же 1 апреля, да, было огромное количество разных розыгрышей Практически все поучаствовали Было много тупых Но самое клевое, это когда ты на секунду Вот в спешке дня как-то забываешь о том Что 1 апреля, читаешь какую-то новость И ведешься на нее, да Вот в эту секунду, когда тебя ловят И ты понимаешь, что тебя поймали, что это 1 апреля Этим и ценен этот праздник За это я его люблю Например, типичная первоапрельская утка На которую я повелся В Норильске Привет, Норильск! Задержали 23-летнего парня Который в социальной сети выложил фотографию Трупа своей девушки И предсмертную записку Он заявил, что родители были против их отношений И молодая пара решила разобраться с проблемой Как их кумиры, Ромео и Джульетта Их даже не остановило, что они были примерно на 8-10 лет их старше Никогда не поздно для самоубийства Главное быть молодым душой У них был достаточно простой план Парень убивает девушку, а потом убивает себя С первой частью он справился А дальше какие-то сомнения закрались в его сердце И что-то он, ну, не закончил начатое Мало того, что он убил девушку Так он еще и красивенько сложил Положил ей в руки цветы и иконку Вот просто типичная первоапрельская новость Пам-пам Тут такое дело Написано, что это новость от 2-го апреля То есть Правда Он ее действительно убил Но это просто подтверждает известный мне давно факт Что в Норильске нечего делать Пам-пам Президент Украины подписал постановление По которому на территории страны будет запрещен показ российских фильмов и сериалов Но не всех Только те, которые сюжетно связаны с вооруженными силами Российской Федерации Где силовики, военные, полицейские выступают в качестве главных героев или важных героев Такие вот патриотические санкции Никаких фильмов, где возвышают российских военных Потому что есть очевидный конфликт на Украине с ними Я считаю, что этим Порошенко подписал себе приговор Потому что одним необдуманным ротчерком пера Он лишил весь украинский народ таких шедевров, как Глухарь Мы из будущего 2 Глухарь 2 А возможно даже и параграф 78 Нельзя так жестоко поступать со своим собственным народом Если ты запрещаешь ему смотреть российские фильмы о военных То что ему остается смотреть? Что творят мужчины? Лунтика! Правда, лучше бы запретили российские комедии Причем не на Украине, а у нас Это все новости на сегодня С вами был Руслан Усачев И я напоминаю, что вы можете присоединиться к элитному чатику в Вайбере Братва Усачева, где все больше и больше блогеров И все больше и больше срача Заглядывайте к нам, ссылка есть в описании Пока! Принтклик.ру Крупнейший в России сервис заказа визиток Заказывать визитки через интернет Это современно, удобно и нереально выгодно Можно сохранить кучу нервов, времени и денег Выбирайте шаблон, вносите данные Оставляйте контакты и заказ оформлен Код на скидку в описании И до конца апреля бесплатная доставка При заказе от 500 штук Принтклик.ру Мы вынуждены прервать выпуск Усачев Тодей В связи с экстренной новостью Зейн Малик покинул тур One Direction И оставил пустоту в сердцах фанатов Зейн Малик покинулік Продолжение следует...